Русские сказки Кастарбайтеры сбиваются в банды, работы на всех нет Тварчики нужны Тварчики, что надо говорить? Проблемы иммиграции никто не решает Паспорта предъявляем, пожалуйста, проверщики Издание Life News обвиняет главу избирательного штаба Справедливой России в поклонении символам гитлеризма Битва на фотошопах Главные герои скандала в студии русских сказок Нервная работа Питерские бабульки не кидали яиц в Немцова Я хотела жильем пожать руку и поговорить Просто они его сильно не любят Когда-то мы верили ему, когда он был молодой Годовщина путча, как годовщина развала страны Выходила по этой очень сильной водопривающей день Сердце лезет в пути В виде ночи в случайный город Какой будет Россия еще через 20 лет? Мы падаем или растем? Объявляем незаконными все решения и распоряжения этого комитета Русские сказки Не бойтесь сказок Жизнь не страшнее Облавы в парке Кускова на востоке Москвы Полиция ищет нелегалов Есть задержанные Это идет поиск банды выходцев из Средней Азии Пятеро бандитов напали в парке на пару москвичей Которые гуляли там в полвторого ночи довольно поздно Они были вооружены бандиты Пустыми стеклянными бутылками И мужчину и женщину ограбили Обоих избили Женщину изнасиловали Выходцев из Азии всегда считали миролюбивыми и безобидными Но в последнее время они стали проявлять агрессию Впервые о них, как о потенциальных преступниках Заговорили после убийства московской школьницы Приезжий из Узбекистана Изнасиловал и убил 15-летнюю девочку Анну Бешнову Преступление произошло во дворе школы Аналогичный случай произошел 14 августа этого года В Санкт-Петербурге С одной только разницей Несовершеннолетняя девушка осталась в живых Ее изнасиловали, но после этого она смогла вырваться и убежать Полицейские сводки стали все чаще пополняться подобного рода преступлениями В минувшее воскресенье влюбленная пара отправилась на ночную прогулку в Кусковский парк Примерно в час ночи к ним подошли 5 человек азиатской внешности Мужчину порезали разбитой бутылкой Женщину избили и изнасиловали После этого у них отобрали все ценные вещи Преступников еще не нашли В июле этого года полиция задержала банду из 19 граждан Таджикистана Они пытались ограбить склад на юге Москвы Все были вооружены и подготовлены к складу Подогнали грузовик для того, чтобы вывозить товар Охранника связали, но в это время подоспела полиция Между тем, москвичи перестали надеяться на правоохранительные органы Теперь они объединяются в группы гражданского сопротивления Наглядный пример – Тушинский район Москвы Там работающие неподалеку мигранты изнасиловали двух женщин Местные жители обращались в ОВД, но результата никакого доказать невозможно Тогда они стали по вечерам дежурить во дворе Ситуация в районе нормализовалась Проблема не в том, что иммигрант пошел злокозненный Проблема скорее структурная Бесконтрольный приезд рабочих из Азии Бешеная борьба между ними за рабочие места Они берут деньги в долг там у себя на родине На приезд сюда Им не на что вернуться домой А разве не мы сами создали себе эту проблему? Прежде чем устроиться на работу, эти люди почти месяц простояли на Ярославке Негласно, это биржа труда для мигрантов Каждый день они собираются вдоль дороги и ждут потенциального работодателя Но это даже не начало трудностей Прежде чем приехать в Москву, семья начинает собирать деньги на дорогу Часто решение отправиться на заработки принимает не сам гастарбайтер За него решает семейный совет Большинство мигрантов утверждают, что приехали в Москву на временные заработки Главное накопить деньги и вернуться домой Получив зарплату, рабочие отправляют большую часть денег домой Здесь живет на копейки Масштабы миграции впечатляют Когда Бахор летел в Москву, в самолете были только гастарбайтеры Куда сложнее прокормить семью, когда она живет здесь Шухрат Юндашев приехал из Альбекистана несколько лет назад На рынке познакомился с русской женщиной Сейчас у них 9 детей Прокормить их трудно Приходится работать минимум 12 часов в день 10 часов приходим, 10 часов заканчиваем работой Сегодня у Шухрата день рождения Он хотел отметить его так, чтобы порадовать детей Жена осталась дома, а он взял пятерых старших И отправился на рынок садовод Купить всем новую одежду В качестве дополнительных развлечений Торговый центр через дорогу от рынка Там есть современная детская площадка и ресторанный ряд Шухрат покупает все, что заказывали дети Себе ничего Шухрат, рабочие в автосервисе, это люди устроенные У них есть цель заработать денег для семьи Но есть и другая сторона миграции Пересечение Ярославки и МКАД Жара, около сотни человек выстроились вдоль дороги Каждую замедляющую ход машину окружают мигранты Они расталкивают друг друга, спрашивают, кто нужен Многие здесь стоят уже больше месяца Работа есть, но низкая зарплата 24 будет Ну 24, здесь многие так получают Я не знаю Вырисовывается не очень оптимистичная картина Особенно если дело касается молодых людей Родственники отправили их на заработки Собрали денег на билет А они приехали и несколько месяцев не могут найти себе работу То есть они уже потратили деньги на дорогу Тратят здесь на жилье и еду На работу не устраиваются Домой помощь не высылают Что будет, когда деньги закончатся? Кстати, вот эти иллюзии, что они работают за 8, за 10 тысяч Это уже иллюзии Вы слышите, да, ребята просят по 24-25 тысяч Мне кажется, что за 24-25 тысяч могли бы работать уже и граждане России Вы понимаете, что мы постепенно вползли в новую реальность Вы понимаете, что иммигранты постепенно занимают нишу социальных низов Не только на рабочих местах, но и в преступности В сводках об организованной преступности мы слышим об иммигрантах В сводках о спонтанной уличной преступности Все чаще тоже новости об иммигрантах Мы с вами не привыкли к уличному насилию со стороны среднеазиатских рабочих Ровно наоборот Обычный рабочий из Средней Азии кроток Он нежен, деликатен и вежлив Рабочий из Средней Азии по нашим наблюдениям не пьет Непрерывно разувается при малейшей возможности И смотрит в пол, в землю Он не в силах поднять свои глаза из скромности Когда же он поднимает глаза, мы видим очи олененка Бэмби Не больше и не меньше оленята Бэмби копают и собирают мусор Подметают, передвигают бордюрный камень Они делают за нас вообще все Рабочие из Средней Азии однажды начнут делать нам наших внуков Потом они начнут делать нам наших детей Потом они возьмут власть и станут управлять нашей страной До этого, пожалуй, еще не дошло Чуть-чуть Потому что они уже заняли наши улицы Пока мы отсиживаемся в бетонных пещерках квартир Существует расхожее мнение, что рабочие из Средней Азии Буйными и социально опасными делаются от соблазнов русской жизни Чтобы не путаться в политкорректных формулировках Скажу прямо Вот трезвый таджик, узбек, киргиз Англ во плоти Однако же пьяный таджик, узбек, киргиз Сокрушительно ужасен, полагает народная волна Это потому, что их не учат пить Наряду с русским языком иммигрантам следует давать навыки употребления водки Как мне представляется Мы должны здесь, в России, достичь этилового равенства И тогда это будет алкодемократия, валка России Вот эту самую бутылку водки я обязуюсь подарить Первому же гастарбайтеру, которого встречу после программы Это русские сказки, не расходитесь Не пей, Иванушка Козеленочком станешь Пресса на этой неделе писала о двух чеченских мальчиках Рустам и Мафсар Даудовы Они из семьи чеченских беженцев из России Они кидали камни в норвежского убийцу Брейвика Когда тот расстреливал людей Интересно, именно ребята из России, из Чечни Сумели организовать пусть слабое, но очень мужественное сопротивление Рустам Даудов дал телефонное интервью моему коллеге Алексею Гудошникову С Русской службы новостей Вот фрагмент его рассказа о сопротивлении Брейвику Когда мы камни кинули и побежали И мы, как-то не знаем, нам видно Аллах помог Мы нашли дыру в горе И она там вода была Когда мы в горе этой были И Мафсар сказал, мы должны других спасать И мы решили, ну да, правда, мы типа уже спасены Мы должны других спасать Мафсар три раза выплыл И сказал им всем, идите за мной, идите за мной Они вытаскивали людей Растирали их, помогали Так вот, чеченцы оказались на высоте Я очень-очень за них горжусь Молодцы В течение недели мы позванивали в норвежскую газету Которая первая опубликовала рассказ о чеченских мальчишках Корреспондент почему-то, ну это правда очень странно Испугался и отвечал неохотно Все в газете тупили, ссылались на занятость Переспрашивали непрерывно Потом все время спрашивали А вы нас не записываете? Вы нас не записываете? Под такое ощущение нервозности Вообще было Все диковинно Мы просили дать нам контакты спасателей Потому что там первый катер пришел Когда вытаскивал вот мальчишек чеченских И спасенных людей Которых они спасли Он подходил к пещере Там должны были спасатели женщины Он рассказывает, что были спасатели женщины Так дайте же телефон Нет телефонов Мы просили дать нам контакты спасенных чеченскими героями людей Нет контактов Сами ребята тоже контактов не дают Это трудно объяснимо Я не понимаю Я не подозреваю вообще никого во лжи Но не понимаю, почему нам не дают по-настоящему воспеть подвиг Ладно, прежде чем я займусь снова вас огорчать Совсем немного развлекухи, тупости, воровства и глупости Министерство обороны выделило 70 миллионов рублей В Липецке похоронной кампании Чтобы установить памятники на могилах ветеранов войны Похоронная кампания отправляла в обл. военкомат Поддельные фотографии якобы установленных памятников Подделка была настолько нетворческой Мошенники просто сфотографировали одну единственную надгробную плиту А надписи на ней меняли с помощью фотошопа Екатеринбург пробует силы в разврате Подготовлен ролик Это виртуальный тур по эротическим местам столицы Урала Если понравится, а это ролик рекламный То поезжайте в Екатеринбург к самому большому бюсту К месту сбора гомосексуалистов К местам гомосексуальных акций Ебург хочет занять место вакантное после испепеления Содома с Ваофом Челябинская селачка Броня избила на парковке мужчину Мужчина отделался рваными-рваными груди Рваными-ранами плеча И еще у него остались следы пальцев на шее Леди Броня также старательно портила машину потерпевшего Она била машину испандером Этнический грузин, проживающий в Североморске, подал заявление следователям Он усмотрел разжигание межнациональной розни в торговле грузинчиками А именно грузинчиками с жаренными Дело в том, что грузинчики – известный вид рулетов с мясом СКР, вероятно, грузинчиков жареных теперь запретит На авиашоу «Макс-2011» устроители поразили воображение гостей Советским космическим многоразовым челноком «Буран» Милая подробность С фасада «Буран чудо как хорош» А с другой стороны, устроители «Макс» держат нас за идиотов С обратной стороны, это выглядит недухоподъемно Вышел и распространяется в сети новый прескурант на услуги Храма Христа Спасителя в Москве Цены несколько поднялись Однако услуги на прежнем уровне Храм Христа Спасителя в столице по-прежнему предоставляет в своих стенах Генератор снега, генератор тяжелого дыма, генератор легкого дыма И что в особенности необходимо пастве – генератор мыльных пузырей На этой неделе трагическая гибель пятерых людей в Москве привлекла внимание всех Погиб актер Никита Емшанов Он сыграл в 72 метрах, в «Мертвых дочерях», в десантуре Никита Емшанов ехал на огромной скорости по Москве в своем Мерседесе, набитом людьми По некоторым данным он был на зимней шипованной резине, что опасно и серьезно снижает сцепление с дорогой Он ударил чей-то Ниссан, он врезался в лоб Хен де Санта-Фе Он умер сам и убил еще четверых человек И самым поразительным образом вызвал целую серию необычайно светлых и слезливых эпитафий в прозе и в стихах Он был очень яркий, щедрый, активный человек Ну, человек праздника Все скорбят и вспоминают, какой он был блистательный, и какой он был талантливый, и какой он был многообещающий Вот абсолютно не срастаются, понимаете? Никто не хочет вспоминать, что именно Никита Емшанов отправил на тот свет четверых человек, кроме себя, понимаете? Четверо живых, прекрасных человека стали мертвыми Так вот это именно Никита Емшанов так сделал, что они были живыми, а теперь они мертвыми стали, понимаете? Еще Никита Емшанов озаботился тем, чтобы несколько человек в слезах по погибшим близким валялись в больнице сейчас с серьезнейшими травмами Это нас характеризует как общество абсолютно феодальное Вот общество с неравным подходом к жизни и смерти Знаменитостям разрешено убивать просто людей Но мы в смущении не спрашиваем со знаменитостей из чувства деликатности Пять недель назад Эдвард Радзинский отправил на тот свет молодую женщину Он прихлопнул ее на встречке И мы все услышали, что неправильно упрекать талантливого человека Ну, труп, да-да, труп, да, молодая женщина, ну, убил, ну, ясное дело Но как-то неловко говорить об этом, он может расстроиться Припоминаю, как Леонид Якубович отправил на тот свет мужчину-пешехода некоторое время назад, по-моему, в Красногорске И говорить об этом тоже было не очень прилично, потому что Леонид Якубович у нас кто? А отправленный на тот свет пешеход, которого он отправил на тот свет, это у нас кто? Дело житейское, и это нас характеризует Мы не равны в жизни и смерти, мы глубоко феодальное общество по сознанию и по культуре Я вас с этим очень поздравляю Кстати, были бы на месте наших звезд культуры чиновники, мы бы их просто испепелили ненавистью Вы не хотите подумать об этом, в себе покопаться? Скандал на этой неделе Известное интернет-издание Live News распространил информацию о фотографии руководителя избирательного штаба «Справедливой России» депутата Михеева в форме гитлеровского адмирала Мы обещали пригласить в студию главных героев, и мы это сделали, но только я представлю их вам через минуту А прежде история вопроса Любовь интернет-портала Live News к активисту партии «Справедливая Россия» Олегу Михееву началась в марте 2011-го Тогда на сайте появилась заметка о помощнике депутата Николая Волкове Волкова поймали в Ростове после года международного розыска Мужчину обвиняли в педофилии Олег Михеев открестился от помощника Еще до задержания Волков был уволен И он не имел ни отношений, ни дел с партией Михеевым Очередной привет Олегу Михееву сайт передает в начале августа Депутата Госдумы задержали в родном Волгограде за неуплату налогов Задержали по просьбе молдавских спецслужб Через банковские счета Михеева в Молдавии переводили деньги, причем большие Но никаких отчислений в налоговую казну не поступило Михеева даже вызвали на допрос в Кишинев, куда он, конечно, не поехал О чем беседовал Олег Михеев с волгоградскими следователями прокуратуры неизвестно Но его отпустили, помогла депутатская неприкосновенность Чем считать фотографии Олега Михеева в нацистской форме, которыми запестрел интернет с подачи портала То ли пощечиной, то ли излишней дружеской заботой, теперь, видимо, будет решать суд Михеев Олег Леонидович с нами в студии, здравствуйте И Габрелянов Арам Ашотович, здравствуйте Вы Live News, основатель Вы, справедливая Россия, депутат Скажите, пожалуйста, я, естественно, только вас представил Я хотел бы еще окунуть вас еще в атмосферу чуточку Показать, собственно, вот эту свадьбу волгоградскую И маленькое видео, договорились? После будем ругаться, договорились? На неделе издание Live News опубликовало фотографии депутата Государственной Думы От партии «Справедливая Россия» Олега Михеева На этом фото костюм депутата напоминает форму фашистского адмирала Вильгельма Канариса На фуражке фашистская символика, издание утверждает Фотографировали под Волгодонском На свадьбе друга и однопартийца Михеева Олега Пахалкова На торжественную регистрацию брака приглашается жених Олег и невеста Лада Вот она, эта свадьба Гости все в белом Среди приглашенных один из самых важных Депутат Государственной Думы «Справедливо Росс» Олег Михеев Вот он, в адмиральской форме, без погон Пресс-служба Волгоградского отделения «Справедливой России» Распространила это видео после скандала В ответ на утверждение «Лайф Ньюз» Я считаю, что это чистый бред Это абсолютная выдумка от и до Придумали это незатейливые журналисты Как могли, так и отработали Дело в том, что я боюсь, что заказчики Не намного более высокого уровня интеллектуального Чем те, кто эту работу сделали Поэтому довольны все сидят и потирают руки Теперь в партии обвиняют журналистов В фальсификации фотографий Мол, пририсовали Михееву немецкую кокарду А на вопрос, зачем же депутат отдел «Китель» морского офицера Уверенно отвечают Жених любит море, поэтому гостей попросили одеться соответственно Интернет-сообщество разобрало видео со свадьбы буквально по кадру И теперь обвинения звучат в адрес пресс-службы Справедливой России Немецкого орла с фуражки Михеева Стерли, а взамен наклеили российского двухглавого Компьютерные технологии-то позволяют Но даже если бы не случилось никакого шума Вокруг депутата Михеева и его кокарды Эта свадьба не прошла бы незамеченной Противники справедливой России возмущались Ну как можно потратить 20 миллионов рублей на застолье И это в разгар избирательной кампании Только за аренду турбазы для проведения торжества Отдали миллион рублей Сотню гостей обслуживали 200 человек прислуги Но скандал случился Журналисты Лайф Ньюз утверждают Справедливо Рос Михеев уже давно и открыто Является страстным поклонником скандального адмирала Коллеги Михеева, они же гости свадьбы, возмущены и уверены Сравнение депутата с гитлеровским адмиралом Политический заказ А сам карнавальный адмирал полностью отвергает обвинение в свой адрес Готовит исковое заявление в суд И все еще надеется остаться на коне Хоть и в белой шляпе Значит смотрите, вот последовательность Последовательность событий Появляется публикация у Арама Габрелянова Значит потом Эта публикация вызывает ваш ответ Я сейчас вспомню Что-нибудь уже без 10 Без 20-11 утра Вы уже реагируете Ну между 10 и 11 утра Того дня И сейчас, и вы говорите, ваша пресс-служба Это важно, да? Не сторонние люди, а именно пресс-служба Распространяет картинку В которой, безусловно, нет Никакой гитлеровской кокарды близко даже Больше того, я хотел бы сказать Что это трудность для Live News теперь Что там невероятное количество людей Одетых одинаково Будто они близнецы И ни у одного ничего нет Никакой трудности здесь нет Во-первых, надо понять, что сразу Что здесь не фотошоп Что потом... Нет, мы тут в прямом эфире Что нужно сделать? Который час на ваших часах Сережу прорисовали И все Здесь никого фотошопа нет Главное, что вы здесь Главное, что Никто там ничего, конечно, не прорисовывал Потом Видео появилось через 14 часов Видео, которое... Которое показали на ютубе А во сколько вы выкладываете на сайт? Мы выложили ровно в 12 часов ночи Ровно в 12 часов ночи Люди спали, может быть, поэтому Мне его помощник Михеевский Михеевский сказал, что мы с 6 утра не спим, Арам Мы вовсю стараемся эту проблему решить Вопрос в том, что если это было, нужно спокойно признаться Ну, нравится человеку Канарис Ну, кому-то нравится Канарис Кому-то нравится Я вообще, когда впервые... Признайтесь, Арам Ашович, что он нравится Признайтесь, и на этом основном Во-первых, когда я увидел эту фотографию Я сначала подумал, что это хор геев какой-то Пригласили на свадьбу Такой в форме Знаете, геи любят формы одевать Пришли в форме геев хор И будут сейчас петь там на свадьбе Потом он нет А потом ребята говорят Да нет, Арам Ашович, это немножко другое Это уже пошла другая песня Проблема-то в чем? Проблема в том, что люди не понимают, что они делают Понимаете? Ну, скажите вопрос Только по вашему мнению Вот это сейчас заострим мы тезис Значит, по вашему мнению Германский Орел и Свастика были только у Михеева Или у всех? Да, по моему мнению, были только у Михеева Он один был По крайней мере, фотографии нам прислали В общем, замазать как будто можно Тогда мне присоединиться Одного замазывать Конечно, можно Так, что они делали до четырех часов? Если человеку говорят У вас кокарда фашистская, да? Двина часов ночи Да Тут же вот это видео Нет, я теперь-то понял Почему они все видео не хотят показывать Это позорище Полнейшее, блин, это видео показать Но сейчас волгоградские избиратели скажут Охренеть какой-то Концерт дрампиар Обратите внимание, уже позвучало Волгоградские избиратели Я думаю, что вы должны А вы там балансируетесь Конечно, я иду в городской области Давайте так, одну вещь Одну вещь Я учился в школе Давайте я прочитаю Сережа, секунду, прочитаю Эсеры сегодня объявили об открытии Ленинградского и Сталинградского фронтов Это говорит Миронов Да, это говорит Михеев Руководитель Это сделано для того, чтобы контролировать Придворную агитацию Об этом сказал глава предвиду Штаба справедливости Олег Михеев Он пояснил, что Единая Россия ведет против Михеева военные действия Понимаете? Волгоград Кстати говоря, когда вы говорите Вы считаете, что Я думаю, что здесь предоставлено Вы, Арам Ашотович, дали слово Высказать Давайте, да, давайте Мы должны быть равными Во-первых, Арам Ашотович, мы с ним знакомы Уже почти 6 лет Скоро будет 6 лет Вот Как специалист Как человек, который обычно прячется Там за кандидата, за партию Ну, пиар-технологи же они у нас такие Вот Он, конечно Вы считаете, что Арам Ашотович Политтехнолог? Ну Или Естественно Это первое Вот, первое Второе То, что Произошло сегодня Оно не является каким-то сюрпризом В март, апрель месяц От Арам Ашотовича приходили ко мне представители Которые всячески Говорили, Олег Леонидович Вот если вы с нами, сотрудничество, не будете Финансировать Лайф Ньюс То мы вам покажем Кузькину мать Я отказался Лайф Ньюс представлялся в этот момент Как пиар-агентство Или что-то такое Я готов, зная все подлости Арам Ашотовича Говорю, я не собираюсь с вами сотрудничать И вот прошло С июня месяца у них рука не дрогнула А вы вдруг друга не любите Вот такое ощущение Смотрите, здесь каждый из вас Спросите у него, когда он сидел в тюрьме Кто помогал его из тюрьмы Во-первых, не в тюрьме, а в СИЗО Это касается Кишиневских счетов Нет, это касается Выбора 2007 года Когда незаконно против одной компании Было возбуждено уголовное дело Опять там был фотошоп Когда возбудили Выслушайте внимательно, Арам Ашотович Незаконно уголовное дело Да В течение одного дня Были арестованы ряд сотрудников Потом арестовали меня Я 21 день провел в СИЗО Перед выборами Да Потом, естественно, выпустили Потому что нет состава преступления И есть порядка 10 решений судов Которые указали, что незаконные аресты Обыски Незаконно возбужденное дело Но, к сожалению, сегодня сотрудников милиции Которые участвовали в этом беспределе Никто не пострадал Я хотел вот к фотографии вернуться Вернуться к фотографии Я хотел вернуться к фотографии Давайте, давайте о фотографии Быстро А, у вас еще есть реплика, пожалуйста Конечно, я же говорю Арам Ашотович Арам Ашотович заявляет интересную вещь Они выложили Вдумайтесь В 5 часов утра В 12 часов ночи В 12 часов ночи мы выложили Вы хотя бы Посмотрите, Арам Ашотович Да послушайте Я вас не перебивал Вы выслушайте, пожалуйста Пожалуйста Есть открытие, посмотреть Live News Там в 5 часов вывешена информация Сразу же несколько средств массовой информации Сразу же несколько Они подхватили эту информацию Которая находится в сговоре Даже вы подхватили Я вам скажу И потом Я вам скажу, в чем дело Потом я уже получил информацию О том, когда я прокомментировал уже вам Что произошло Вы знаете, я вам скажу такое Это обязательное чтение Live News Поэтому правда Я приезжаю в 6 утра на работу В 6 утра Я открываю Росновости Потом открываю Live News Они же у нас самые желтые помойки Которые существуют Они самые оперативные Куда сливаются, куда сливаются Куда сливаются Нет, самые оперативные Правоохранительные информации Я помню, как за месяц За месяц до смерти Людмилы Глушенко Они ее уже похоронили Когда был скандал Я вам хочу сказать Сказать вам Кто меня заставил Сказать вам Кто меня заставил Научил читать Live News А еще тогда твой день Я никогда не читал Live News А то я не знал Об их существовании Однажды мне об этом Сказал совсем жестко Известный московский журналист Алексей Венедиктов Сказал Каждое утро надо начинать С Live News Ну тогда это был твой день Я убедился Что очень много Оперативной информации Давайте здесь сказать Ну это правда Возвращаемся 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 Давайте к фотошопу Фотошопу и фашизму Да, пожалуйста Я предлагаю вернуться Фотошоп Смотрите, что такое фотошоп Кто такой у нас Арам Ашотович Да, Арам Ашотович запустил информацию Я утром получил информацию Естественно в шоке Арам Ашотович вот он с нами Мы как будто обсуждаем не его Вы прямо ему скажете Что вы такой Вот вы такой Арам Ашотович вообще Вот не понятно Что он за границей находится Это смешно, понимаете Подождите Так вот Получив информацию Он спрашивает Где, почему Почему фильм был вывешен Я сейчас перед вами Я специально для Арам Ашотовича Вопрос Я специально для Арам Ашотовича Принес эту фуражку Чтобы он это увидел Покажите, кстати Оденьте, оденьте Я мало того, что одену Чтобы все увидели эту фуражку Вот она А теперь Арам Ашотович Позвольте, я сразу ему Гручу ее Чтобы он повесил себя И был символ лжи Который он будет На, держи Я дарю Символ Держи, держи, держи Давай, возьмем Смотрите, подождите Вернемся к фотошопу Фотошоп это нечто Не таинственное Это не колдовство Слушайте Фотошоп вот здесь у меня стоит Всюду стоит Понимаете Значит, подождите В результате я хочу вам сказать Что мне Вот этот человек Самвел Налбалдян Который был у нас в сюжете Позвонил и сказал Хочешь я тебе за 10 минут нарисую Пожалуйста Дайте нам Дайте нам вот этот рисунок Вот это я На самом деле он за 10 минут Меня выложил вот такого Вот Значит, ровно там на фотошопе Но Я знаю Что стереть легче, чем нарисовать Просто извините Это правда Если я что-то стираю Например, морщину стереть Надо взять комочек отсюда И раз-раз-раз задолбить Это очень легко Как тампончиком То есть стереть легче, чем нарисовать У вас правда Ашот Габрелянов Арам Ашот Габрелянов И у вас правда Олег Да слушай У вас правда И у вас правда Вот что сейчас верить Кому и зрителю В суд надо подавать Пусть подаст в суд Я подам в суд на вас в ближайшее время Вы не переживайте Подам в суд в ближайшее время Понимаете Потому что подадим Соберем все документы Подадим Не переживайте Олег Леонидович Запустить ложь вам Это элементарно Вы слышали информацию Лживую А судей собирает Определенные документы Смотрите Два убежденных Вот что видят зрители Я сейчас посерьезно говорю Зрители видят Двух убежденных мужчин Но как мы узнаем правду то Вопрос к вам Да как Правда очень просто Есть свидетели Которые были на свадьбе Сто человек Плюс обслужник Как сказали Двести человек Что вы скажете А самые Послушайте Минуту А самые Послушайте Все его сотрудники Ну а что Все одеты Все одеты В белую одежду Очень похоже Свадьба Это не Рабочая тусовка Там какая-то Да Так вот Следующее Вот это Торжественное предприятие Выкуп невесты Церемония Роспись Все остальное Длилось Ну где-то Два с половиной Три часа Шесть профессиональных камер Снимали все это С разных ракурсов И как раз Мы предоставим Все эти документы Видеозаписи Фото Я вам скажу Такая вещь А потом еще Есть один момент Можно я скажу Позвольте Вдуматься Депутат Государственной Думы Политик Идет на какое-то Мерприятие Где присутствуют все Где будет много Видеофото И все остальное Более того Люди Все знают Все знают Кто такой Михаил Ну да Вы не сумасшедшие Естественно Второе Все знают Мое патриотическое Воспитание Сейчас Минуточку Я закончил Секундочку Я знаю Так вот Вы же по себе Не меряете Секундочку Ребята Извините Джентльмены Я спрошу У меня есть вопрос Про вас сегодня Могу говорить Про вас лично Олег Леонидович Потому что негодяя Олег Леонидович Олег Леонидович Вопрос Вопрос Я от имени зрителя Спрашиваю вас Со скепсисом Давайте Вы понимаете Как нормальный человек Что нельзя в Сталинграде Ходить с такой фуражкой Предположим На свадьбе Есть какой-то закут Еще что-то Понятно А вы Потому что ваш Помощник Просил реабилитировать Краснова Об этом информация На Лайф Ньюс И так далее Слушайте Обратите внимание Не одно средство Массоинформацию Эту ложь не подхватили Осталось только его Например Вы зашли в закут Куда-то Зашли в закут И говорите Среди своих Двух-трех Ну что братцы По рюмахе Может такое быть Или нет Я вас спрашиваю Нет конечно Более того Те фотографии Они не за углом Они вместе С супругой Увлекается Человек увлекается Фашизмом Ну что оно Понятно Ясно Понятно Это белый день Человек говорит Я создаю Фронт Кто воюет Против Народного фронта В Сталинграде Паулюс Фронт Это как раз Еще один Ваш заказчик Который вас Сегодня финансирует Народный фронт Который вас сегодня финансирует Трудно понять Трудно понять Потому что у вас Я жду экспертиз Ребята Извините господа Я жду экспертиз Знаете что проблема Арам Ашотович Первый раз крупно попал И он понимает Что он сегодня уже практически Скоро По ним тюрьмы оплачет Вы когда вы говорите Это важная вещь Важная вещь Олег Леонидович Тоже важная вещь Послушай У вас свой опыт Вы у вас свой опыт Вы уже посидели Как вы мне говорите Есть же тоже Разумно Ну все вас наделяют разумом И вас и вас Значит и тогда Неразумно Неразумно Делать некоторые вещи А действительно Неразумно Перед толпой Ходить со свальстикой И да Неразумно Полить такое здание Вы не исключаете Может быть А могло быть Что вас подставили То есть вам скинули Что значит Нас подставили Перед тем Как мы делать Мы же тоже экспертизы проводим А мы же в детский сад Кто вам прислал эти фотографии Если вас подставили Ну прям я вам все Источники Источники часто Мы прячем Итак мы ждем экспертиз Я хотел разобраться Ровно для этого Мы пригласили в нашу студию Гостей Но теперь понятно Нужны экспертизы Да И все стоят на своем И никакого согласия Как вы видите нет На самом деле Действительно Эта информация Остается бомбой Под задницей Обоих наших гостей Однажды же Раскроется истина Я надеюсь Вернемся через минуту Это Русские сказки Не расходитесь В конце все поженятся Сегодня годовщина путча 1991 года 20 лет вспоминают все А я не хочу То есть у меня такое Есть ощущение Что воспоминания на тему Становятся жанром На вроде как В прошлом веке Водили по школам Старичков Которые То ли видели Чапаева То ли Застрелили Чапаева Я на путче И сопряженной с ним Радостной революцией Очень был Даже из отпуска Нарочно вышел Раз такое дело Мы много бегали Тогда снимали Все Ходили в белый дом Ждать нашего собственного ареста И были приятно Взвинчены Должен вам сказать Что путч оказался Настолько же бестолковым И безвольным Как и власть Горбачева Было ощущение Что безвольного пенчуха Отстраняют безвольные ханурики Самое поразительное Что на борьбе Безвольных слабаков К власти пришел Храбрый Ельцин Который немедленно После победы удалился Как многие тогда думали В собой Ельцин заразился Получилось От гокочепистов Безволием И растратил потенциал Собственной победы Глупо И бездарно Так что у нас теперь Нечто вроде годовщины Мелких страстишек Мелких поступков Нелепых Безвольных людишек Не вижу повода Праздновать Однако же 20 лет Временной Горизонт Я пригласил Известного Кинорежиссера Павла Лунгина Чтобы посмотреть В будущее Павел Мы будем на ты Ничего да? Сережа конечно Мы же на ты Я все таки хочу сказать Что я Может быть Человек гораздо более Примитивный чем ты Но я не могу сказать Что это было Мелкое время Это все равно Что отнять мечту Ты вот говоришь 60-летнему Ты был влюблен А потом Говоришь ему Ну посмотри Из этой любви Ничего не получилось Да Так не будь Жов Не вспоминай Это ничтожно Но Весь мир Вспоминает Именно свою первую любовь И Россия тогда Печла первую любовь Не надо этого Стыдиться Я не сомневаюсь Ты знаешь Может быть я циник Я не циник Я не циник Но я тогда был Она не оправдала Я бегал Нет Как первая любовь Никогда не оправдывала Ну я должен сказать Что может быть Но было бы грубо говорить Что все Покроем все ровным слоем Дерьма Я отвечу комплиментом Ты прав Ты прав Но я и тогда был ироничен Я и тогда ходил По белому дому Выпрашивал Последний противогаз Кстати мне сказали Это последний противогаз Я сказал Дайте мне его Мне нужно тещи Лаком вскрывать паркет Ну вот И человек Тогда Он сказал Как вы святотатствуете Ведь это Возможно будет газовая атака Я сказал Безусловно да Я буду менять паркет Там и так далее Понимаешь Я и тогда был ироничным Но мы вообще конечно дали Что нас арестуют Но извини Это как Это как декабристы 14 декабря 825 года Они встали С дрожащими руками Вот с такими Вот ходуном А этот сидел С дрожащими руками Будто ханурик Которого заветрезвители Выпустили А соседний сидел Как будто ему в задницу Встали кактус Ну какой-то Какой-то путь Ну извини Ну что это за путь Я не знаю Ну понимаешь Все не состоявшиеся Все не состоявшиеся Путчи жалкие А все состоявшиеся ужасные Теперь А Ельцин Получает всю власть Слушай Вот скажи мне Скажи мне сейчас Если бы Ельцин В конце августа 91 года Сказал всем ходить на руках Все бы ходили на руках Вот его власть Тогда была Абсолютно Куда он делся Куда он делся На несколько недель Ну извини Тут мы переходим К нашей главной теме Мы нелепые люди Тут мы переходим К нашей главной теме Потому что он вдруг Оказался лицом к лицу С этой огромной Россией Ну да И тут у каждого Вдруг Есть минута И что дальше Послушай Я хочу сказать Если ты согласишься С этой постановкой вопроса Я дико ценю то что ты с нами Скажи Я думаю Сейчас на 20 лет вперед Через 20 лет Хорошо Что было 20 лет назад Все рушилось Тут же Украина объявилась Значит через 20 лет Россия есть Вопрос Ну конечно Есть Да нет Тут даже не о чем Мне кажется что Смешно Вообще Вы знаете В мире ничего Ничего Не меняется Все 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 есть Ну вот Россия Россия менялась Россия Я напоминаю Действительно Имела общую границу С Испанией В Калифорнии Форт Рос И капитан Кусков Воспетый А на юрном полюсе А мы контактили с Норвегией Посмотри Мы пожалуйста Мы контактили с Норвегией Мы делили Польшу Мы делили Вот здесь с Англией Азию Мы На самом деле Ну мы все Понимаешь Мы были в Калифорнии Мы были в Калифорнии Вот что такое Россия Это же конечно ничего не меняется Нет Ну зачем нам Калифорния Проблема не в том Ну скажи Франция и Германия Деля Тальзас Лотарингию Ницца была Итальянская И Корсика Ну что это значит Что Италия умрет Или что Франция погибнет Мне кажется Мне кажется Что эти мелкие переходы Сердце России Осталось неизменным Конечно И оно прибудет Сердца России Не было в Калифорнии Кавказ Кавказ Дарькин что В Кокошнике должен ходить Он кстати Ходит в Кокошнике Жена его Хорошо Отлично Пусть ходит в Кокошнике Но мы ему зачем Там Сеул Токио Значит Пекин Рядом Шанхай Рядом И он нам отдельно Без нас Никому Тут проблема не в этом Проблема в том Что Как сказать Вот что сейчас происходит В России Она не склонна Сейчас Как я Вот по моему анализу Россия находится В некоторой спячке Как ни странно Потому что Конечно Ее главное Сердце Корпус Тело Оно абсолютно Неизменно Но есть некоторая Спячка такая И гибернация Такая А вырабатывание Смысла Цели И оправдания Существования Россия же будет жить Все таки И всегда была Сильна Какими то Духовными Прорывами И конечно Пока этого Прорыва нет Есть некоторое Состояние Как бы Неприсутствие В мировом театре Слушай я очень надеюсь Ну сводить это Вот скажи Вот все говорят О курилах Вот сводить вообще Сейчас Современную жизнь К территориальным Захватам Или отдачам Это по-моему Непонимание Современной жизни Я скажу Ты скажи да или нет Но мне кажется Что территории Следуют За завоеванием Времени Завоюй время И территории будут Твоими Надо завоевать Время Захват времени Захват смыслов Захват будущего Гораздо актуальнее Но Извини Но следом идут Все равно Завоевание территории Ну то Та или иная степень контроля Через 20 лет Россия да И Россия больше или меньше Вопрос Такая же Такая же Россия ровно такая же Через 20 лет С нами был Павел Лунгин Не расходитесь Это Русские сказки Не бойтесь сказок Жизнь страшнее На этой неделе Сообщалось о том Что старушки Под Петербургом Закидали Немцова Бориса Немцова Яйцами Я подумал Что это вранье Я абсолютно уверен Что старушек Просто нет денег На закупку яиц Чтобы кидать Их в Немцова Именно защищая Репутацию старушек Которым приписывает Яйцеметание Именно ради защиты Репутации Немцова В которого Вообще Ничего не кидали Мы отправили съемочную группу По следам героя Бабушки поделились С нами Впечатлениями От приезда Высокого гостя Он Обуян Самолюбием Самовлюбленностью Скажите А ветеранам Действительно Надо было бы Еще Покупать яйца На свою пенсию Чтобы забрасывать Немцова Да упаси бог Кто У нас Это позволит Себе Мы Мы рассудительные Мы не глупые люди Но мы никогда Не свяжемся С дураками Вот это пусть он знает Здесь у нас Никто его не закидал Потому что Никто с ним не общался Но На самом деле Когда он вышел За ворота Действительно Говорят Что забрасывали яйцами И все Но это к нам не относится Пожалуйста Это наверное Очень грубо прозвучит Но Собака лает Ветер носит Говорите Только правду говорите Борис Ефимович Бедолага Горемычный брат Мой демолиберальный Невезучий пропагандист Еще один казус Внутренней политике Превращение Михаила Прохорова Куршавельского В ярого националиста Михаил Прохоров Резко меняет имидж Электоральную базу Лозунги И принципы До сих пор Все правые движения В России Были правыми И либеральными Одновременно Рыночная экономика Вера в рынок Как регулятор Вера в индивидуальные свободы Уверенность в том Что Россия должна учиться У Запада Россия должна опираться На наставничество Запада Чтобы в конечном итоге Стать Западом Это так было А теперь Прохоров Вероятно в целях Электорального обмана Выступает с позицией Национализма И материального равенства Прохоров усиленно Эксплуатирует Образ героя По имени Данила Багров Который говорит Например Ты мне не брат Чурка Черномаза Прохоров усиленно Камуфлирует себя Фразами из фильма Брат Понимаете Мы не знаем Когда Прохоров Нас обманывает Прохоров Нас обманывает Когда он националист И стоит против денег Прохоров Нас обманывает Когда ассоциирует себя С Данилой Багровым Прохоров Нас обманывает Когда осуждает Капитализм и законы Рынка устами Своего кумира Когда именно Нас обманывает Прохоров А вот он вернется Потом к московской Либеральной Западнической интеллигенции И скажет Братцы А это я обманывал не вас, а народ. Я обманывал народ специально, чтобы они дали мне голоса свои, чтобы мне к власти пробраться. А прозападный московский либерал возьмет, да и не поверит. А нормальный русский мужик тоже возьмет, да и не поверит. Потому что у Прохорова денег, как у дурака Махорки. Его с нами братания сильно смахивают на издевательство. Вот как настоящий Данила Багров говорил бы с Михаилом Прохоровым «Доведись им встретиться». Это фрагмент из фильма «Брат 2». Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней. А я-то вот верю Даниле Багрову, и не верю ни разу в то, что он похож на Прохорова. И мимикрия, когда богатенький папик милых стаек, милых девчонок, несет нам правду бедняков, и космополит несет нам патриотизм и национализм. Ну вот, не верю я на дуваловки этой ни разу. Это русские сказки. Не бойтесь сказок. Жизнь страшнее.